Смотришь, и тебя впечатывает. Ты прекрасно понимаешь, что из себя представляет такое вот липкое состояние морозного страха. Я не знаю, кому здравым уме нужна эта война. Кто-то на ней, наверное, зарабатывает. Меня зовут Марина, мне 28 лет. Родилась в городе Тольятти, в родном городе киноклуб создавала, культурой увлекалась. Я бы сказала, что это активизм в культурной среде. Ну и, конечно, был еще политический активизм. Волонтерила ВВД-Инфо, помогала в качестве волонтера в штабе Навального. Ну, кардинально. Я не в стране. Сначала в состоянии шока, а потом просто начинаешь понимать, что тебе надо что-то делать со своей жизнью. Я понимаю, что мы все находимся в состоянии стресса, и я тоже нахожусь в состоянии стресса, безусловно. И в каком-то смысле это и ПТСР в том числе. Они абсолютно не эквивалентны тому состоянию стресса и ПТСР, которое испытывают огромное количество украинцев. Это разное состояние. Но, тем не менее, все релаканты, в том числе и я, тоже в какой-то степени решились дома. Начинают жизнь с нуля. Помимо политической ситуации и моего отношения к войне лекарства. У меня есть диагноз. Я эпилептик. Мне это, в принципе, жить не мешает. В работе мне это, в принципе, не мешает. Но мне не жизненно необходимы лекарства. Сделала запас. Но в какой-то момент я делала очередной заказ. И мне стали приходить отказы от поставщиков. То есть препарата нет у поставщиков. Мне очень тяжело находиться в атмосфере тотального, постоянного страха. И невозможности вообще ничего сказать. Возможность говорить. Возможность спокойно дышать. Возможность свободно ходить без оглядки. Какое-то базовое состояние того, что, блин, ну я могу элементарно сделать репост в Инстаграм. Ну все, этого не было. И как бы вот это для меня было очень тяжело. Есть какой-то пунктик у человека. Хочет войти в историю. Ну, он, конечно, войдет в историю. Вопрос в том, как. Гитлер тоже вошел в историю. Очень многие диктаторы вошли в историю. Я не знаю, кому в здравом уме нужна эта война. Кто-то на ней, наверное, зарабатывает. В Ереване в основном занимаюсь культурно-активистской деятельностью. Я приехала через Ковчег и считала, что нужно, раз меня приняли, приютили, нужно как-то тоже помогать. Поскольку я как бы ивент-менеджер и пиар-координатор, помогаю этим. Так как я работала достаточно плотно в кинобизнесе, люблю его очень, люблю кино. Узнала, что здесь проходит фестиваль «Золотой абрикос». Попала на «Золотой абрикос» в качестве прессы. И была у меня инициатива. Я очень люблю «Ардокфест». Он в этом году не прошел в России. Ну, должен был, но не прошел. Я подумала, а почему нет? Можно попробовать организовать эрдокфест. Но это будет ноябрь, скорее всего. Очень хотелось бы, чтобы приехал Виталий Манский. Самая вообще важная конкретно для меня была картина «Капитан Волоконогов бежал». Наташа Меркулова и Алексея Чупова. И я так понимаю, она не выйдет в Россию. Должна была выйти 7 апреля. Там проговариваются такие вещи, которые ты очень хорошо понимаешь, что это вообще-то про сейчас. То есть картина снималась как альтернативная реальность, альтернативный 38-й год. И, наверное, до 24 февраля она воспринималась, возможно, гротескно. Но когда тебе с экрана персонажи говорят о том, что люди себя оговаривают, потому что их к этому принуждают, а принуждают их к этому, потому что они ненадежные граждане. И когда начнется некая война, эти ненадежные граждане становятся самыми проблемными. Ты просто смотришь, и тебя впечатывают. Это, конечно, фильм в том числе про страх, но не только про это, он еще и про человека, и про то, как вообще быть человеком. И про прощение, и про то, как учатся этому прощению. Я бы очень хотела, чтобы этот фильм посмотрели вообще просто, мне кажется, не знаю, каждый россиянин. Я думаю, да. Я не думаю, что это закончится быстро. Я не думаю, что это закончится за год. Война с 2014 года не закончилась за год. И весь этот кошмар тянется с еще 2014 года. Я не думаю, что мы конкретно можем что-то сделать для того, чтобы она закончилась быстрее. Но я думаю, что мы можем сделать очень многое для принятия друг друга. Сейчас нам всем очень важно не замыкаться в себе, не делить людей на своих и чужих. Мне очень не нравится вот эта история, когда мы все начинаем бросаться фразами, «А что ты не уехал? А что ты не уезжаешь? А что ты уехал?» И вот говоришь там. Стоит больше уделять внимание, эмпатии, взаимопониманию, принятию другого мнения. Очень многие нас, на самом деле, об этом говорили, о том, что не было проанализировано, что произошло в Советском Союзе, на самом деле. Геноциз собственного народа. Для очень многих 90-е были катастрофой. У половины людей открылись возможности, а у кого-то просто порушились жизни, семьи и все остальное. И тем людям, у кого это все порушилось, не объяснили, а для чего это. Огромному количеству людей очень удобно и комфортно жить под предлагаемыми обстоятельствами и условиями. То есть когда тебе говорят, как и что у тебя будет. Ну это надежно, ты знаешь. Мы сейчас все находимся в состоянии абсолютного неизвестности. Что будет, когда будет, через год. Ты не можешь это планировать. Ты не знаешь, что будет через месяц. Ну, конечно, это вводит в состояние абсолютного стресса. Это зависит исключительно от тебя. И когда людей опять окутывают вот этим вот комфортом того, что тебе скажут, что делать, за тебя все решат. А при этом тебя еще обласкают какими-то словами, что ты великий. Ну то есть это же повышает эго очень сильно. У России не было вот этого периода осознания того, что такое на самом деле свобода. В чем ее ценность? Что ценного в том, что человек сам за себя принимает решения. Сам может что-то выбирать. Сам может что-то сказать. И ему за это ничего не будет. Ну и параллельно с этим, как бы отвечая вопрос на что-то не так с Россией, это силовое государство. Ты прекрасно понимаешь, что из себя представляет липкое состояние морозного страха. Никогда это извне, никогда это изнутри. Я думаю, что каждый человек, кто жил и живет в России, знаком с этим страхом. От ужасного антиутопического до, я очень надеюсь, прекрасного, свободного. В любом случае, будущее за молодыми. И это потрясающие люди, которые выстраивают горизонтальные коммуникации невероятных масштабов. Для них настолько важно общение, взаимопонимание, какие-то поддержка. Это очень классные люди. И в любом случае, будущее за ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...